История с собойки Совершенно не теряет ни своего вида, ни вкуса Сейчас я беру такую горсточку грецких орехов Курага это вообще супер продукт Ну, 2-3 штучки кураги Куриную грудку, кстати, я тоже готовила таким хитрым способом Я воду, когда погружала куриную грудку Сейчас она уже остыла, просто чтобы было вам удобно показать Она холодная должна быть Я добавила цедру апельсина И поэтому она чуть-чуть изменила свой привычный аромат Не слишком насыщенный получился от вкуса апельсина Но, тем не менее, он очень интересный Есть один небольшой секрет, как приготовить куриную грудку Чтобы она была сочнее, нежнее Но при этом, чтобы у нее не было лишних калорий Ее нужно отваривать с кожей Кожу не снимаем, а уже потом, когда вы ее отварили Избавить от кожицы Измельчаю Вот на такие тонкие полоски нарезаю птицу Смотрите, это домашний майонез Одна столовая ложка Это сметана Одна столовая ложка А это дижонская горчица Одна чайная ложка А вот это мак Пол чайной ложки Мак Любите мак? Я очень люблю мак Мне кажется, он действительно прекрасно Между прочим, себя ведет не только в маковом рулете А еще много-много ему можно найти применение Цедра половинки апельсина И вуаля! Смотрите, какая красота Мне хочется еще немножко зелени сюда добавить Идеально подойдет какой-нибудь шнит-лук или тархун У меня вот есть тархун Кстати, если вы любите кавказскую кухню То вот как раз сюда, в этот соус, к тархуну Можно добавить немножко хмели-сунели Или молотой кинзы грузинской Или каких-нибудь там вот таких специй Которые так заманчиво всегда на рынках кавказских пахнут Это просто красота Никогда не могу удержаться Привожу всегда с собой целые мешки этого добра Так Перемешали И соус у нас готов У меня вот здесь такие две питы Я их быстренько отправляю в духовку На несколько минут, чтобы они просто немножко стали теплыми И в соус добавляю вот все, что мы здесь с вами натворили То есть измельчили цыпленка, грудку куриную Измельчили курагу и грецкий орех Все немножко посолить Перемешать Посмотрите, какая начинка Ну это же просто сказка Так Вынимаем питу Она должна быть слегка теплой Не нужно ее поджаривать Или доводить до такого, знаете, состояния, когда хлеб под грилем Разрезаю аккуратно пополам Чтобы получился карман Для этого нож должен быть острым В этот карман Отправляется Сказочная начинка Теперь вы понимаете Что действительно Пропитавшись вот этой красотой пита И через два часа, и через три Самое главное, чтобы не жарко было Чтобы она была в хорошем, таком, да В правильном температурном режиме Дождалась этого часа Она будет прекрасна и сочна Ну а я, конечно же Буду завтракать прямо сейчас Чего я вам желаю Приятного аппетита Я знаю достаточно большое количество поклонников Мексиканской кухни Вот вы к ним относитесь или нет Что такое мексиканская кухня Это, конечно, тартилья Это, конечно, всякие Ох, насыщенные такие лепешки В которых много сыра, мяса И всего остального Значит, вот мы берем Вот такие замечательные лепешки Завернуть в фольгу Для того, чтобы они не высохли Но в то же время прогрелись И отправляю в фольге В духовку Минут на 15 наши лепешки Как правило, в буррито Добавляют довольно много овощей Вот мы с вами сейчас так и сделаем Например, вот такой вот перец Сладкий Рубленный Мы, в общем, соус сейчас сделаем Для того, чтобы лепешка Это получилась у нас сочная И такая довольно калорийная Помидоры я беру свежие Но можно взять в собственном соку Из банки Обязательно в мексиканской кухне Присутствие остроты Чем больше перца, тем лучше Я добавлю сюда немножко лука Возьму лук-шалот Половинка Нарежу его Вот такими полукольцами На хорошо разогретую сковороду Добавляю масло Столовая ложка И Все наши овощи Отправляются сюда же Помидоры Перец Лук Зубчик чеснока Тоже такими тоненькими Полосочками Орезала Так Добавила Добавляю сюда Один Острый Перец чили Если бы не выносить Совсем острого Конечно, можно избежать Добавления перца чили Либо Вынуть семена Из трючка И тогда он будет Не такой злой Не такой яркий Сразу солим И добавляю сюда специи Здесь у меня Молотый Розмарин Тимьян И майоран И немножко Тмина Минут пять Этот соус Подержать На таком среднем огне Чтобы и перцы Стали у нас готовы И лук Ни в коем случае Не остался хрустящим То есть, чтобы все Стало таким Нежным И мягким А мы с вами Тем временем Займемся мясом Мясо Это вот у меня тоже Как раз Моя любимая тема Доедалок Вчера остался Стейк Любое оставшееся Вчерашнего ужина Мясо подойдет Для того, чтобы Наполнить Чудесную лепешку Как только я понимаю Что у меня Соус готов Видите? Обратите внимание Я прямо в него Добавляю остальные Ингредиенты Немного риса Я же говорю Эта еда Очень сытная Действительно На полдня Уж точно Этого заряда Хватит И мясо Вместе с теми Травками В которых У меня этот стейк Сначала мариновался А потом жарился Абсолютно любые травки Которые вам по вкусу Здесь у меня был Розмарин Розовый перец Немножко тимьяна И это так нарядно Но это не был бы Мексиканский завтрак Если бы мы не добавили Сюда маринованного Халапиньо Это тот перец Который мексиканцы Любят больше всего Он тоже острый А еще Мексиканская кухня Уважает сметану Да-да Не поверите Вот просто сметану Вынимаем Опа Прогретые лепешки Выкладываю их сразу Вот так На тарелку Красота В лепешку Управляется начинка Так И теперь Вот так вот все Сворачиваем Чтобы получилось Два таких кармана И к начинке Сначала Натертый сыр Как правило Это чеддер Не знаю Откуда мексиканцы Узнали про существование Английского сыра чеддер Но они его очень любят Так Даем чеддеру Поплыть На теплой начинке На этом соусе А вот теперь К разговору о сметанке Сметана Добавляется Вот так вот Сверху Наплывущий сыр А еще Кроме того Что мексиканцы Знают о существовании чеддера Они еще знают О том Что кинза Прекрасно сочетается Вот со всей этой красотой Так Кто любит Можно еще взбрызнуть Соком лимона Или лайма Ну а в принципе Завтрак на столе Доброе утро Я сегодня Буду готовить Мексиканский завтрак А вы Зеленый лук Понятное дело Уже весна Много Свежего Прекрасного Зеленого лука Но эти вот такие лепешки Ну если нет таких Мексиканских лепешек Кисадилья Они называются То можно взять Лаваш Обыкновенный Тоже сработает 4-5 перышек Зеленого лука Разогреваем Сковороду На сковороду Добавляю Оливковое масло Идеально Подходит Для жарки Идеально Ведет себя В тесте Какой майонез Вкусно получается На этом масле Дальше Лук Естественно Который мы только что С вами Измельчили Тоже добавляется В сковороду Пока лук готовится Натрем сыр Моцарелла Которая Подходит Для того Чтобы с ней запекать То есть Которую используют Обычно для пиццы Натираю На крупной терке Граммов 100 Такой моцареллы И Это у меня Чеддер Тоже Грамм 50-60 Этого сыра На крупной терке Натираю Натерла Отставила в сторону А вот эта чечерица Которую я отварила Заранее При варке Важно ее Не солить Чтобы она Превращалась В такую вот Если мы ее посолим Она будет Очень-очень Твердая И никогда в жизни Не станет мягче Пробиваем Немножко Блендером Не надо Чтобы она была Абсолютно Однородная Могут остаться Такие Кусочки Целиком Зернышки Измельчили Чечевицу Теперь К этой чечевице Мы добавляем Столовую ложку Томатной пасты Немножко Соуса Табаско Совсем Чуть-чуть Ну Мексиканцы Любят Острую еду Мы с вами Все-таки Мне кажется Должны Начинать Потихонечку Привыкать К острым Ощущениям Здесь у меня Орегано Пол чайной ложки И немножко Измельченного Тмина Четверть чайной ложки Вымешиваем Ну и естественно Добавлением сюда Лука Который мы поджарили Все становится Еще прекрасней Не забыть посолить Потому что Когда чечевицу Варили Солить нельзя Ни фасоль Ни чечевицу Вообще Бобовые бобы Нельзя солить Иначе Они будут Жесткими И вот Теперь я могу Сказать Что начинка У нас с вами Готова Что мы Делаем дальше Мы берем Немножко халапиньо Добавим туда еще Вот Халапиньо Это такой перец Который очень часто Используется В кухне Латинской Америки Если нет халапиньо Можно взять Просто перец чили Тоже будет Хорошо Главное Чтобы острота Именно вас Устраивала Чтобы не было Слишком острым А вот теперь У меня здесь Лепешка На лепешку Я выкладываю Половину начинки Распределяю Тонким слоем И присыпаю Сверху Как вы уже догадались Сыром Который мы с вами Натерли Именно смесью Сыра Накрываю Сверху Еще одной Лепешкой И отправляю На сковороду Держу Лепешку на огне Пока готовлю Следующую Все то же самое Начинка Из чечевицы Сверху Сыр Затем Еще одна Лепешка Сверху Прижать А вот эта Которая уже у нас Здесь хорошо прогрелась Снизу Отправляется Под гриль В моем Духовом шкафу Очень много функций В том числе Очень удобная функция Гриль Потому что Этот гриль Он может работать И с конвенцией И без нее То есть Зажаристая корочка У нас с вами Получится Очень быстро И вся лепешка Прогреется Как следует Итак Минуты на 3-4 Оставляю эту лепешку В духовке И просто ждем с вами Ну что Буквально Несколько минут Вынимаем Из духовки Сковороду Ах Ну и так и хочется сказать Первый Готов Красота Да и только Уже Можно смело Резать Ох Хрустящее Вкусное Ароматное С сыром расплавленным Ах Приятного аппетита И хорошего дня Вот здесь у меня 650 граммов Муки Крупного помола Такой Вот настоящей Серой муки Тоже сплошная Польза Добавляю сюда же 150 граммов Белой муки Для того, чтобы белая мука Помогла Тесту Своей клетчаткой Иногда кажется Что домашняя выпечка Это действительно Очень сложно Как это я приготовлю Дома хлеб Никогда он у меня Не поднимется Никогда у меня Не получится У меня духовка Не такая У меня руки Не такие У меня мука Не такая Все получится Если брать Правильные дрожжи Потому что Вот именно Эти дрожжи Они быстродействующие Не требуют Приготовления Опары То есть Там не должно быть Невероятное количество Шагов Просто соединил Все ингредиенты И вперед И все получится Так Сюда же я добавляю Сначала 150 Миллиграммов Воды Теплой Чайная ложка Сахара Начинаю Начинаю Потихонечку Вымешивать Очень важно Если ты вымешиваешь С помощью Помощника Вот такого То есть техника За тебя это делает Делать это на Минимальной скорости Хлеб не любят Когда его Слишком сильно Закручивают Должно остаться Вот это Должен попасть В воздух Он должен как бы Ингредиенты соединиться И обогатиться Но ни в коем случае Не должно это На очень быстрой скорости Вымешиваться Как например Если после того Взбивали белки Так Сахар добавили Теперь Нам еще понадобится 500 миллилитров воды Тоже теплой Дело в том Что дрожжи Любят теплую воду Но не любят горячую Вот так Вот Начинаю Добавлять По чуть-чуть В воду Сыплю соль Чайную ложку И оливковое масло Тоже в воду 4 столовые ложки И вот теперь Можно уже Смелее Добавлять воду И на этом этапе Мы можем с тобой Совершенно спокойно Оставить машину Делать свою Тяжелую работу Которая Мы от которой Избавлены В этот момент Возьмем 3-4 зубчика Чеснока И вот так вот Их порежем Вот такими Тоненькими Лепестками Зубчик Чеснока Мы порезали Теперь мне нужен Розмарин Розмарин Вот такой вот Свежий Чудесный Можно взять и сухой Конечно Но честно говоря Выпечка С таким розмарином Вот со свежим Она вкуснее Нежнее получается В тесто Я не добавляю Хотя можно Ты знаешь Можно и оливок Туда накрошить Можно Мы с тобой делали Из вяленых помидоров Добавить Можно прямо В тесто Добавить Куркуму Оно будет более Таким Ну если белая Фокачча Это лучше тогда Будет такая лепешка Желтая Красиво получит Но куркума Очень полезная травка Ну это бы тесто Свой цвет Красивый Конечно В том то и дело Знаешь что Можно было бы В такую лепешку Добавить Молотых орехов Каких нибудь Это было бы Тогда вообще Супер полезное Лениное семя Но мы сегодня У нас Так как будет Две прекрасные Замазки К этой лепешке То мы ограничимся Тем Что добавим Чеснок и розмарин Для аромата Очень веточки крупные Так Ну вот Посмотри Вот теперь Консистенция нашего теста Идеальная Оно не слишком Жидкое Как тут наши чечевицы И чечевицы Скоро будет готово Не слишком жидкое Но и не крутое Итак Вот наше тесто Видишь как оно легко Видишь тянется На крюке Вот эластичность Это очень важно Собственно говоря С помощью рук Так не вымешаешь А вот с помощью Кухонной машины Так теперь Противень Форма для выпечки Как хочешь Можно разделить На отдельные Маленькие лепешечки Выбирать Выпекать индивидуально Можно Сделать Две порции И тогда получится У тебя потоньше А я сделаю Один Большой Пласт Вот Видишь как он Посмотри Вот что значит Хорошо вымешанное тесто Оно легко Очень легко Отстает От стенок Чаши В которой мы его Вымешивали Распределяем Вот таким Пластом И вот уже Видишь мы так Работаем пальцами Что остаются Вмятинки Вот в эти Вмятинки Мы с тобой Отправляем Чеснок Розмарин Вместе Хорм Чеснок Дуэтом Вернее Розмарин Чеснок Розмарин Чеснок Розмарин Розмарин Чеснок Ну и так далее Если тебе хочется Чтобы Запах Чеснока Был ярче То когда уже Хлеб будет готов Пока он Не горячий А теплый Потому что Лепешку горячую Рвать нельзя Но ты понимаешь Сразу она Сырой такой Становится Надо тогда Чуть-чуть Подождать Когда хлеб остынет И натереть его Зубчиком чеснока Я думаю Любая замазка Это будет приветствовать И теперь Мы отправляем Просто в теплое место Без сквозняка Куда-нибудь Ношу Лепешку И минут на 10 Максимум 15 Даем ей Немножечко Я даже сказала бы Понимаешь Тут не то что Это растойка Это просто момент Покоя И чтобы она Поняла В чем ее будущее Подумала о том Что ее ждет дальше И от этого Она станет Волшебно пышной И красивой Накрываем это все Влажным полотенцем Который я смочила Теплой водой Вот так вот Все Оставили Посмотри Какая у нас с тобой Лепешка Это же просто красота Духовка разогрета До 220 градусов Вообще хлеб Нужно выпекать Первые 10 минут На очень высокой температуре Причем режим У меня здесь сейчас Горячий воздух Поехали Посмотри Посмотри как он растет Это самое время Вот когда он так уже вырос Ты видишь Да Красота Смотри Мы берем олевковое масло И соль Присыпаем вот такими хлопьями соли И еще минут 10 готовим Но теперь снижаем температуру До 160 градусов Все Фокачча доходит Вот Как мы проверяем Что хлеб готов Ну во-первых Мы по внешнему виду видим Что корочка Румяная Золотистая Теперь вот так Постучим Слышишь Пустота Для того Чтобы хлеб остыл быстрее А нам очень нужно Чтобы он остыл быстрее Мы просто с тобой Очень холодные И вообще нужны Силы для дальнейших подвигов Сегодня Мы с тобой Перекладываем его на решетку Опа Оставляем ее Оставать Видишь какой пар пошел дым Это важно Выходит лишняя влага Чтобы получилась корочка Прям вот так Посмотри Посмотри какой красивый Он даже в руке такой знаешь Рыхлый Прекрасный А корочка Вот что я люблю Посмотри Так это корочку Красота Ну вот Хлеб У нас сегодня на завтрак Потрясающие лепешки С авокадо и креветками Как звучит Мне кажется У всех уже разыгрался аппетит Но у меня во всяком случае Абсолютно точно Что мы делаем Креветки у меня вот Они были замороженные Просто на ночь Я их оставила в холодильнике Вынула из морозилки И они разморозились Абсолютно безболезненно Для потери вкусовых качеств И полезных качеств Тоже И остались такими Приятными Прекрасными Нам нужно взять Небольшое количество лука Поэтому я беру шалот Чтобы вот такая вот Небольшая луковица В принципе Вот этого мне хватит Такого кусочка лука Мы ее будем поджаривать Разогреваю сковородку Добавляем сюда немного масла Масло я использую растительное Можно соединить сливочное С растительным вместе Тоже будет очень вкусно И на негорячую сковородку Почему сковородка не горячая Друзья мои Если сковорода горячая А мы вот так вот мелко Измельчили лук То лук сразу моментально Начинает гореть А нам этого совсем не надо И пока лук обжаривается Это у меня зубчик чеснока И я нарезаю его тоже Вот такими тоненькими Тоненькими пластинками И немножко Вот так ножиком Прошлись сверху И отправляем Вот смотрите Видите Лук уже шипит Разговаривает Чеснок добавляется к луку И уже луку не так одиноко На сковороде Немножко помешать Аромат жареного лука С утра Ой Поднимает и настроение И разгоняет аппетит То что нужно Сюда же Я добавляю немножко карри Это на самом деле Прекрасная специя Потому что любую Совершенно еду Ну если мы конечно Не говорим сейчас о шоколадном пироге Это было бы странно Ну вот любую еду Можно сделать Очень интересной И необычной И в то же время Полезной И вот теперь Мы сюда добавляем Наши креветки И они Ну конечно Они радуются Слышите И сразу пропитываются Ароматами Жареного лука Чеснока Специи И пока креветки У нас жарятся Вот мы с вами Сразу сказали Что хорошо бы Добавить сюда Немножко зелени Вот зеленый лук Ну такой лук На самом деле Можно круглый год Выращивать на подоконнике Даже у моей бабушки Которая просто брала Луковицу репчатого лука Пускала ее в банку с водой Круглый год Был такой вот Зеленый лук Добавленный В любые супы В рис Даже в картошку Ой как вкусно Вареную картошку С зеленым луком Ничуть не хуже Чем с укропом Так Добавили сюда лучок Вы знаете Как мы определяем Что креветки готовы Мы смотрим Когда наши креветки Становятся вот такими Бледновато Из таких серовато-розовых Они должны стать Бело-розовыми Красота Теперь Сюда немножко Сока лимона Или лайма Как вам нравится И лимон Придает Не только Прекрасный Цитрусовый аромат И кислинку Но также делает Наш соус Более нежным Посмотрите И таким Более жидким А это правильно Сюда немножко соли Что касается перца Лично я Люблю все-таки Креветки считаются Морепродуктом Правильно Вы со мной согласитесь Так вот я люблю Когда морепродукты Сочетаются С таким Не просто С черным перцем Который скорее Дает аромат А именно С чем-нибудь остреньким Берем Перчик чили Вот эту остроту Про которую я вам говорю Которую я очень люблю С морепродуктами Будь то Кальмары Или Даже нидии Но мне очень нравится Когда они Приправлены Чем-нибудь таким острым Поэтому я добавляю Перец чили Если вы не любите острое Добавляйте Черный перец Он даст аромат И легкую-легкую Такую пикантность Все А эти я специально Даже такими крупными Лепестками Оставила Перец чили Чтоб он И ярче Выглядел И дал нам Такую необходимую остроту Посмотрите Вот теперь креветки Абсолютно готовы Тут же снимаем их с огня И разогреваем Другую сковородку Эта сковородка Нам понадобится Для того Чтобы мы разогрели С вами лепешки Но пока она разогревается Авокадо Нарезаю ломтиками Для того Чтобы авокадо Не темнел Что делаем? Правильно Взбрызгиваем Ломтики авокадо Лимонным соком Таким образом Они становятся Тоже более Чуть-чуть Более пикантными И менее Темненькими Потому что Лимонный сок Сохраняет Любые овощи И фрукты Когда вы взбрызгиваете Лимонным соком Они не темнеют Так Порезали авокадо Беру майонез Одна Столовая ложка Майонеза Майонез Естественно домашний Ребята У нас тут никаких Компромиссов быть не может Только домашний майонез Классический Сюда добавляю Немножко острого соуса Табаско Прям буквально Четверть чайной ложки Совсем чуть Ну вы знаете Что табаско Это соус острый Поэтому совсем Совсем чуть-чуть Тем более Что у нас есть Перец чили Уже в креветках Немножко Ворческого соуса Так Чуть-чуть соли Потому что Майонез довольно уже соленый И немножко Тоже домашнего кетчупа Домашний кетчуп Обычно делается На основе слив В данном случае У меня были замороженные сливы Я их томила Ну рецепт можно найти Сейчас очень много Вариантов рецептов Домашнего кетчупа И получается у нас Вот такой Посмотрите Чудесный домашний соус Вообще Такой соус В бутылках продается И называется Тысяча островов Но поверьте Когда мы его готовим дома Гораздо более интересная история Получается Сковородка разогрелась Вот эти лепешки Можно взять лаваш И мы лепешки Просто я вот специально Их трогаю Вот так вот ручками Чтобы они просто прогрелись Если мы их будем Слишком долго держать На сковороде Они станут хрустящими А наша задача Сделать их Такими мягкими Чтобы можно было Легко превратить Такую лепешку в ролл И теперь На тарелку Лепешку Красота Смазываем ее Тем соусом Чудесным Расчудесным Который у нас с вами Только что получился Так Выкладываем сюда Наши креветки Ну естественно не все А столько Сколько вам нужно В одной порции ролла Так Несколько кусочков авокадо И обязательно Какую-нибудь зелень Но на мой взгляд Идеально подойдет сюда Кинза Или мята Или тархун В общем вот что-нибудь Такое Итак мята Несколько листочков мяты Ах как ароматно Чудесно А еще Пару листиков Салата Вот таким вот образом Ну и теперь вы правильно догадались Мы все сворачиваем Можно его взять С собой на работу Завернуть в фольгу Или в бумагу для выпечки Положить в удобный контейнер И пожалуйста Наслаждайтесь Или вторым завтраком На работе Или обедом А можно вот прямо здесь И прямо сейчас Я не могу дождаться Уж очень хочется позавтракать Разрезали И вот что получилось Скорее завтракайте Приятного аппетита Есть у меня несколько любимых продуктов Я говорю сейчас о яйцах Яичница Омлет Это абсолютно гениально Потому что их можно делать Хоть каждый день Готовить все время будет по-разному Пока масло разогревается Возьму небольшую луковицу Сегодня у меня будет такой Я бы сказала Мексиканский вариант завтрака Омлет с большим количеством Очень-очень вкусных добавок Лук я беру красный Потому что он сладкий Потому что он яркий Ну и так Нарезала тонкими полукольцами Лук И вот в горячее масло Его добавляю Классическая комбинация Лук и чеснок Поэтому тоненькими такими полосочками Нарезала чеснок И буквально парочку минут Даю луку и чесноку Прожариться Теперь перец чили Мексиканцы знают действительно Толк в остром Вот посмотрите какая красота Золотистый лук и чеснок Ненадолго снимая его С огнями И вот так вот помешать 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 И добавить оставшиеся Другие ингредиенты В данном случае У меня помидорчики черри Я не буду их разрезать Прямо целиком Они тогда будут так Очень здорово взрываться На сковороде Вот несколько помидорчиков черри Я сюда добавила И листики шпината И вот листики шпината Причем добавляю их побольше Вообще шпинат Полезная штука И самое главное Очень быстро готовится Так Накрыв сковородку крышкой Беру небольшую миску В эту миску Разбиваю Четыре яйца Для того чтобы Объем У нашего с вами омлета Который потом будет Начинкой для лепешки Был такой большой От четырех других яиц Желток отделяю от белка И буду использовать Только белок Так Отделила Вот здесь у меня бекон Добавляем Нарезав вот такими О! Кусочками Сюда же Для того чтобы Копченость появилась Такая приятная В нашем омлете Так Доводим бекон До золотистого цвета И вот теперь Без фанатизма Используя вилку Или обычный Ручной венчик Вот такой вот Например И кстати Замечаю что Бекон то Ммм Начинает уже Такая корочка Хрустящая здесь Появляться Так Разбила Таким образом Чтобы у меня Смешались Желтки с белками И вот кстати Саму эту смесь Все таки Немножечко посолить Чтобы не было плоско Знаете Чтобы вкус не был плоским Потому что Я за то Чтобы соли было минимально Но соль действительно Помогает продуктам Ярче звучать Особенно когда Такое замечательное У нас получается Смотрите Ансамбль я бы сказала Хор Смотрите Здесь у меня Ветчина Ну не просто ветчина А ветчина из индейки Нарезаю ее Вот такими ломтиками Столько сколько вам хочется Так Ну вот Как только ветчина Прогреется Буквально одна минутка Мы добавляем сюда Сыр Который мы сейчас Быстренько Покрошим И скрошим Юленька Какие запахи Да Я знаю Что ты любишь Я не выдержал Я пришел Я очень рада Что ты здесь Так смотри Как здесь красиво Зажарилось И Думай как пахнет Мы добавляем сюда Наши белки И Четыре И обязательно Вот так вот Перемешивайте Чтобы во-первых И начинка Равномерно распределилась Да А во-вторых Чтобы получилась Такая немножко бегущая И разбитая Структура нашего омлета Так как сковорода По-прежнему горячая Она продолжает готовить Да Вот видишь Даже несмотря на то Что у нас Схватывает Да-да-да Видишь Все схватывается Возьмем Сыр Можно взять Любой свежий сыр Самое главное Чтобы он был слегка солоноват И такой я бы сказала Ну какой-то острый Пикантный на вкус Все-все готово Все готово Все готово Вот смотри сейчас Посмотри Видишь как вот Все сочно Да Но все схватилось Так Ну и теперь конечно Какая-нибудь зелень Разные специи И травки Нужно использовать Так Ну вот теперь смотри Так Берем тарелку На тарелку Лепешечку Да Она должна быть тепленькая Но обязательно Такая чтобы она не хрустела То есть не передержать ее В лепешечку Выкладываем начинку Так Красота Вот так Вот Вот так И смотри Как это красиво Особенно мне кажется Вообще это такая еда Которая может быть Прекрасна Не только на завтрак Можно с собой взять Сделать такие кулечки Можно Я на кстати Если остынцы Будет очень вкусно И смотри Как это красиво Если ты гостей Например Видишь как здорово Держит форму Такой кулечек Я могу Подожди Как Ну как же Обязательно завтракайте Приятного аппетита А я еще сверну Пару таких кулечек Вдруг тебе понравится Ты захочешь еще Так Да Начинаем Вот чуть-чуть Вот любите ли вы хумус Так как люблю его я Я действительно считаю Что хумус Это абсолютно прекрасная Совершенная еда Почему Потому что Во-первых Хумус делается на основе Гороха нут Он богат белком На его основе Самое знаменитое блюдо Это хумус и фалафель Но самое главное Что его можно добавлять В супы Его можно добавлять В салаты Или вот сделать В домашних условиях Вкуснее Чем домашний хумус Никакого другого Быть не может Вот я беру Горох Который уже приготовлен Столовую ложку Пасты тахини Это паста Из кунжутного семени Приготовлена Сюда же мне нужно Добавить Немного воды Так Приготовили воду Теперь Начинаем взбивать Хумус тахини Главное все Как все будет мешать Теперь мне нужно Добавить сюда Лимон Сначала цедру Снимаем На мелкой терке Вообще Рецептов хумуса Большое количество Огромное множество Ну вот классический Это такой С лимоном С лимонным соком И немножко Шнит-лука Мы с вами Добавим сегодня Так Натерли цедру Лимонного сока Нужно совсем немножко Буквально Столовая ложка Стихи получаются Так Теперь Та самая вода Которую я приготовила Начнем с пары Столовых ложек И оливковое масло Идеально для добавления Вот приготовления хумуса Потому что оно и вкусное Ароматное Главное полезное Так Две столовые ложки Такого масла И продолжаем взбивать Наша с вами задача Добиться гладкой Достаточно воздушной массы Поэтому сейчас проверим Так Вот посмотрите Красота Осталось добавить Еще пару столовых Ложек оливкового масла Так И прежде чем будем взбивать дальше Измельчаем шнит-лук Так, чтобы получилась Столовая ложка Измельченного шнит-лука Добавляем Сюда же Блендер И еще несколько секунд Буквально пробиваем Все Ну вот наш хумус готов Посмотрите Какая чудесная Гладкая Воздушная консистенция Получилась Выкладываю его в миску Все не нужно Убираем Красота Вкусно Полезно И быстро Так Хумус у нас готов Теперь Я беру сковороду С крышкой Так Разогреваю сковороду Без добавления масла На сковороду Под крышку Отправляю Вот такую лепешку Питу Накрываю крышкой И даю ей возможность Согреться Разогреться Пока у нас Пита греется Беру огурчики Которые естественно У нас Вымытые Нарезаю огурцы Вот такой вот Тоненькой соломкой Одного огурчика На одну порцию Вполне достаточно Дальше беру морковку Натираю ее Быстренько на терке На крупной Вот пол морковочки Идеально Перекладываю Ну как вы понимаете Делаем быстро Такой салат Перекладываю Овощи в миску Заправляем их Вот у нас осталась Половинка лимона Немножко сока лимона Соль и перец Естественно Можно добавить Перец чили Если вы любите Острые Так Здесь у меня Ростки Сой Немножко И листики салата Любые подойдут Так И вот теперь Оливковое масло Переворачиваем Лепешку Немножко масла Все перемешиваем Соединяем Ингредиенты Добавлю сюда Еще немножко Кинзы Можно добавить Петрушку Можно добавить Мяту О, у меня еще Базилик попался Так что и кинза И базилик Добавляю сюда К салату Так Ох Уже аппетитно А как полезно Вот это завтрак Все И как только Лепешка наша Разогрелась Снимаем Лепешку Со сковороды Опа И вот так вот Надрезаем ее Чтобы у нас Получился кармашек О, красота какая Так В этот кармашек Выкладываю Столовую ложку Ну, чуть меньше хумуса Распределяю его Таким вот образом И сюда Сюда же в кармашек Салат О, красиво Полезно Вкусно Удобно Можно не только Чтобы не бежать Если вы опаздываете Например Не успеваете дома Позавтракать Завернули Взяли с собой на работу Ну что, согласитесь Это правда Очень быстро Просто И вкусно И полезно У нас на завтрак Сегодня Очень интересный Бутерброд Видели такие лепешки Называются Они тортилья Вообще В принципе Можно использовать Конечно Лаваш Или лепешку Которую вы испечете Дома Главное Чтобы она была Достаточно тонкая Ну и вкусная Конечно же Я беру Две сковороды Одна мне понадобится Для того Чтобы отжаривать Эту самую лепешку А вторую Мы разогреваем И добавляем сюда Оливковое масло Глассик На нем Очень хорошо жарить Я буду сейчас Обжаривать фарш Мне нравится Когда масло для жарки Не обладает Слишком ярким Ароматом и вкусом Когда оно такое Сговорчивое Вот это именно Такое масло Которое нам нужно Здесь у меня Это была домашняя колбаска Видите Я ее просто освободила От кожуры Выкладываем Что почему Хорошо взять колбаску Уже купаты То что называется Потому что Они уже приправлены Не нужно добавлять Ни перец Ни соль Пока фарш жарится Мы времени не теряем Здесь посмотрите У меня Красный лук Красный лук нам нужен Для соуса Я его нарезаю Мелко Даже половинки хватит Небольшой луковицы Важно этот лук Промариновать Если у вас есть Дома лайм Ну или лимон То можно в соке Лайма или лимона Самое главное Чтобы была кислая среда Тогда лук теряет Свою агрессивность Либо если нет Лайма или лимона Можно просто в уксусе Вот видите Я очень мелко Постаралась Порезать Луковицу Все это В миску И теперь Лайм Естественно Он должен быть Хорошо вымыт Вообще Когда приносите Овощи из магазина Или фрукты Когда собираетесь Вы их готовите Обязательно их помойте На мелкой терке Сначала натираем цедру Это для аромата Для цвета Для красоты Для радости Натерли А вот теперь Сок лайма Должно получиться Две столовые ложки О Красота Не забываем про наш фарш Ну вот Он очень быстро Готовится Буквально еще Одна-две минутки Пока мы К лайму Добавляем Манго Вдоль кости Надрезаем Потом вот так вот Надсекаем Мякоть Желательно Не прорезать Кожуру И еще вот так вот В клеточку И очень просто Тогда вынуть Смотрите Кусочки манго Сюда же Добавляем Манго К лайму И луку Еще ножиком Пройдемся Чтобы кусочки Были мелкими Ну не красота ли это Почти все Немножко сюда Кинзы Вообще Такая мексиканская еда Как ни странно Кинзу любят Мне кажется Везде на свете И во Вьетнаме И в Китае И в Таиланде И в Мексике И в Грузии И в Армении Ну и мы с вами Не любите кинзу Добавляйте любую травку Которая вам нравится Есть Опять все перемешали И вот теперь Сюда немножечко Остренького перчика Чуть-чуть Ну потому что Мексиканская кухня Очень острая Ну это конечно Любителя Если не хотите Можете не добавлять Но мне кажется Это действительно С утра помогает Метаболизму включиться Бодрит очень Острый перчик Так Есть Ну и это просто красиво Теперь Берем сковороду На которой будем Разогревать наши лепешки Без добавления масла Кладем одну лепешку Вот так вот Быстро-быстро На крупной терке Натираем любой сыр Который есть у вас дома Главное чтобы он был Твердый Это в данном случае Чедр Вообще чедр идеально подходит Для запекания Для того чтобы его расплавить Чтобы придать Такую интересную Сладкую пикантность Сколько сыра Ну сколько не жалко На лепешку выкладываем сыр Половину всего сыра Дальше быстренько Берем авокадо Разрезаем его пополам Так Очищаем от кожуры Если авокадо Спелый Это происходит быстро И просто Вот таким вот образом Оп Теперь такими ломтиками А еще у меня Вот здесь есть Такой Замечательный Перчик Он такой Чуть-чуть промаринованный Эти перчики Тоже мы Нарезаем На сыр Выкладываем Мясо Так Вообще Любой конечно фарш Можно использовать Но если вы используете Фарш А не вот такую Распотрошенную сосиску То тогда обязательно Конечно фарш Когда вы его готовите Нужно посолить Поперчить Добавить любимые ваши специи Есть Сверху Перчики Сверху Авокадо Соус из манго И лука Так И оставшийся сыр Накрываем Все Второй лепешкой Переворачиваем Опа Перевернули Даем еще Парочки Минуток Всему прогреться Берем тарелку И аккуратненько Проверяем Так как сыр тут Плавится Да Опля Чтобы сыр у нас Не задержал момент Переноса Нашей лепешки На тарелку И Что могу сказать Только приятного аппетита Обязательно завтракайте Очень модная сейчас тема Делать не просто бутерброды Даже не сэндвичи А вот такие вот Рап они называются Рап То есть Завернуты вот такие рулетики Это у меня тортилья Можно использовать лаваш Тоже подойдет Какая-нибудь лепешка В общем тонкая нам нужна Берем терку На терке Натираем морковку Вообще В чем прелесть Такого рода завтрак Да даже обеда Или ужина Если вам нужно По-быстрому перекусить Дело в том Потому что любая начинка В этой лепешке Будет вкусно Поверьте мне Самое главное Грамотно все заправить В данном случае Мы конечно готовим Здоровую Полезную начинку Морковка Натираем ее Немножко Вот так вот На крупной терке Ну где-то пол морковочки Подойдет Капуста Можно порубить А можно тоже натереть Вот так на терке Так Теперь Какая-нибудь миска Чтобы сделать нам начинку Чтобы все соединить Смешать Терка больше не нужна Но Нужно обязательно Зелени побольше В данном случае Мне кажется Очень здорово Будет кинза Ну если нет кинзы Вы используете ту Которая есть Никакого тут не будет криминала Если вы возьмете Петрушку например Вместо кинзы Или базилик Или вообще Я не знаю Сухую какую-нибудь травку Типа прованских трав Или тимьяна Или розмарина Измельчили кинзу И добавили Сюда же Теперь Здесь у меня Домашний майонез Можно соединить его С йогуртом И тогда будет Полегче заправка А можно оставить Вот просто Пару чайных ложек Майонеза Чуть-чуть соли Чуть-чуть перца Половинку лайма Перемешиваем Какой салатик Красота И теперь На сковороду Которая хорошо разогрета Выкладываем Лепешку Пока лепешка греется Она должна не зажариться Она должна просто стать Немножко тепленькой А этот у нас станет еще более мягкой Так Отставляем в сторону А мы с вами возьмем Помидор Сеньор помидор И порежем его Вот такими красивыми Круглыми кусочками Так Это у меня грудка куриная Которая Заранее была Запечена И сейчас я ее просто Нарезаю Вот такими ломтиками На самом деле Для такого Прекрасного Завтрака Подойдет И просто куриная грудка Отваренная И то что у вас осталось С вчерашнего Зажаренного цыпленка Любое мясо Подойдет Так вот Есть Вот одна уже Подогрелась Вторую греем А на эту Мы выкладываем Немножко Это у меня чатни Чатни это такое Индийское варенье Которое на самом деле Не сладкое А предназначено для того Чтобы мы его с вами Ели Вот С мясом Или с овощами Или с рисом Очень веселит Это такой чатни из манго У меня Оно бывает из абрикосов Очень делает такую еду Более интересной Потому что оно бывает Пряное Бывает очень острое С перцем чили То есть можно конечно И дома такое приготовить Теперь на это чатни Мы выкладываем Кусочки курицы Потому что очень важно Заменяет горчицу Я бы сказала Очень важно Чтобы курица Вот соприкоснулась С этим остро-сладким Чудесным вкусом Теперь сверху Помидор Так И половинку салата Который мы сделали Вот таким вот образом Дальше Вторая тоже у нас Подогрелась Апля Тут не хватает Еще одного Финального Стриха Нам нужно сверху Несколько капель Экстра Верджин Оливойл И для пользы И для вкуса И чтобы все ингредиенты У нас соединились Но самое главное Конечно Это то, что это масло Любую еду делает Волшебно-праздничной И здоровой Так Вот так соединили Перевернули И через парочку минут Этот весь рулетик Соединится И будет Ммм Просто вкусно Есть на свежем воздухе Можно не только Когда ты выезжаешь Куда-то на берег реки Или куда-то на шашлыки Да, на пикник Но ведь Сейчас очень многие На даче проводят время Это значит, что там рядом кухня И можно все сделать на кухне А можно вот так, как я Сейчас показываю тебе 350 граммов муки Я уже заранее взвесила Сюда же я добавляю 2 столовые ложки оливкового масла Вообще, ты знаешь Хлеб такая история Которая с одной стороны Очень простая А с другой стороны Всегда эффектная Ну всегда То есть, если ты готовишь Домашний хлеб Это всегда получается Вот прям такой вау-эффект Немножко соли Перемешиваем И вот теперь мы это тесто Завариваем Завариваем мы его кипятком Вот здесь у меня Прямо уже очень горячая вода 200 миллилитров Я добавляю сюда И вымешиваю Вообще, что происходит Когда тесто заваривается Оно становится эластичным Таким с ним очень легко работать Единственное, что нам с тобой необходимо Чтобы это тесто Немножко отдохнуло Вообще, любое тесто Ты знаешь Вот я сколько раз замечала Даже тесто для блинов Казалось бы, самая элементарная вещь Но если оно постоит Ну хотя бы часик Блины совершенно другим получаются А лучшие блины Вообще получаются на следующий день Серьезно Если тесто в холодильнике проведет сутки Видишь Мука Вот это вот как раз По такой технологии Я бы сказала бабушке Как бы Тесто Сколько муки возьмет Получается То есть Мы когда его Залили горячей водой Муку С маслом И с солью Дальше мы вымешиваем И понимаем Что вот тесто становится Таким довольно мягким Послушным Эластичным И вот как только Мы чувствуем с тобой Что оно вот понимаешь Готово прям к тому Чтобы с ним работать Видишь какая красота Мы его Ненадолго Прямо здесь В миске Оставляем Чтоб оно полежало Подумало То есть это что-то типа лаваша Да? Это лаваш Пита То есть вообще такая лепешка Лепешка Она мне кажется Есть в любой культуре У итальянцев на самом деле Эта лепешка является основой пиццы Мука, вода Больше ничего Здесь даже дрожжи нет Что кстати мне очень нравится В этом рецепте Что это бездрожжевое Тесто На мой взгляд Это гораздо полезнее И вкуснее Ну вот Вымесили как следует И теперь Оставили его Ненадолго Вот я беру кусочек Теста Разминаю его сначала руками Очень оно послушное Очень оно такое Прям дружественное Настроено по отношению к нам Хорошо Беру скалку И раскатываю Лепешку Я тебе хочу сказать Если ты печешь эти лепешки в духовке Это тоже можно сделать Духовку нужно разогреть Очень сильно 220-240 температуры Должна быть И можно раскатывать Не слишком тонко Потому что тогда У лепешек будет возможность Стать такими Знаешь Внутри полыми Как настоящая пита Мы с тобой Раскатываем Как можно тоньше На огне Они конечно же Быстрее пригорают Горят И для того Чтобы они внутри Были не сырые А готовые Нам нужно Минимальное количество Теста внутри Оставить Чтобы она была Тоненькая Тоненькая Почти прозрачная Ну вот Класс Какой вообще хлеб Хлеб на улице Правда Красота Хлеб на свежем воздухе На природе Что может быть вкуснее Что может быть эффектнее Так И вот теперь смотри Я вот этого цыпленочка Подвину Он уже кстати Почти готов И вот сюда На разогретую Хорошо Решетку Отправляется Лепешка Ну и теперь Наша задача Конечно не проворонить Поэтому я сейчас Далеко отходить не буду От решетки Да и цыпленок Требует моего внимания Тоже Посмотри Вот видно Как лепешка Прям вздувается Видишь Очень нежное тесто Получается Благодаря тому Что оно заварное Оно вот Ну вот Можешь себе представить Это похоже вообще На вкус эклеров Серьезно Только эклеры У нас с тобой Вот так вот На решетке Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok